А вот она и сборная России. Мы с вами продолжаем смотреть волейбол на первых европейских играх в Баку. Нам предстоит четвертьфинал. Вадим Панков главный тренер женской сборной России. Соперница нашей команды волейболистки из Турции, которые на этом турнире проиграли пока только одну встречу. Мочу стартовую пульским девушкам. Ну и потом без проблем выбрались в четвертьфинал. Что не скажешь о наших с неимоверными трудами и усилиями. И подчас проявленным героизмом наши все-таки пробились на четвертую позицию, которая позволяет принять участие на этой стадии турнира или в этой стадии турнира. Но сегодняшний поединок будет крайне сложным для нашей команды. Прежде всего потому, что сборная Турции во многом совпадает с той командой, которая играла на чемпионате мира. Отдельными персонажами, но тем не менее есть здесь и настоящие звезды. Впрочем, обо всем по порядку. Начинаем мы с прекрасной атаки нашего лучшего бомбардира Дарьи Исаевой, которая занимает десятое место в общем списке чемпионата. И, кстати, опережает турецких коллег своих, в честности, Нариманус Зой. Под тринадцатым номером выступающий сегодня подает Ирин Заряшко. Она входит в чарт лучших блокирующих. Под четвертым номером, кстати говоря, это самая высокая позиция в ведомостях для индивидуальных показателей. Ну, во всех, я имею в виду все. И подачи, и приемы, и блок, и атака, и так далее. Наш впереди 2-0. Соперницы попадают в аут. Заряшко продолжает подавать. Четвертого метра. Приходится пасовать на двойном блоке. Атакует как раз Нариманус Зой. И блок этот проходит своим ударом. Но один брейковый мяч в российской команде все же удалось выиграть. И вы знаете, проходит по высоте. Может быть, там и касание было, но все-таки высота прыжка очень неплохая. Но наши не очень хорошо сработали на приеме. Теперь приходится отбиваться. И есть шанс выиграть уже очко доигровкой, что наши и делают. Хотя по эмоциям турецких девушек, мне на секунду показалось, что очко взяли они. Это Дарья Исаева. В среднем за сет набирает она 4,6 очка. И почти свою норму, ну, наполовину, по крайней мере, выполнила. Забив два мяча. Она же, кстати, и в списке лучших наших подающих. Может быть, этот разговор не про данный конкретный удар. Но первые 25 волейболистов по этому показателю она входит. Правда, есть у нее всего 5. Но старается подавать, как видите, силовую подачу. Площадки мяч. Наши уже собирались отправляться подавать. А он лихо клюнул вниз. И за ней зарабатывает очко Дикленур Бабад. Но это дорогого стоит, попасть в 9-й метр. И опять чуть-чуть сбитый прием. Вынуждены играть скидкой наши девчонки. Почему соперница атака не получилась? Из-за отсутствия доводки, как класса. Но блоком и расторопностью мастеровит стекол и сетки турецкая команда четвертое очко набирает. А мы ведь вели 3-1 подряд. Три мяча проиграли российские волейболистки. Бабад продолжает подавать. Вот, наконец-то, сверху удается принять. Впрочем, не добивается до земли Анастасия Бавыкина. И получаемый удар с задней линии. Блестящая игра нашего либера. Бавыкина пробует еще раз. И опять неудачно нокает на сторону соперниц. Перебивает. И снова Бавыкина. Третьи попытки ее закрывают блоком. Несмотря на все старания нашего либера Екатерина Романенко. 5-3 в пользу турецкой команды после, в общем, неплохого начала. Хотела поверх блока нанести удар с тем расчетом, чтобы пальцев блокирующих все-таки мяч коснулся. Снова Анастасия. Четвертый удар подряд. И опять ее останавливают. Романенко блестящую реакцию демонстрирует. Но сборная России это не помогает. Подряд 5 очков сборная Турции выигрывает. И пока что не пользуется Вадим Панков своим правом на технический перерыв. Может быть и зря. С подачи Дикленур-Бабад надо бы таким-то образом сдвинуть. Не мытьем-то катание. А что таких серий лучше не допускать? Ну, с приемом на этот раз все хорошо. Но, тем не менее, блок турецкий пока серьезная проблема для нашей команды. А вот у наших блокирующих получается не так хорошо, хотя сейчас они сделали все, что могли. По крайней мере, организовали такую мощную достаточно стену. Тем не менее, Вадим Панков все еще продолжает верить, что удастся без его помощи команде сняться с подачи Дикленур-Бабад. Терина Романенко. Нет, как раз только инзинец. Мяч в ауте. 8-3. 7 очков подряд турецкая команда выигрывает. Но дождался, наконец, Панков технического перерыва. Сэкономил. Тайм-аут. Если так дальше пойдет дело, то... С двумя тайм-аутами можно остаться при счете в пользу соперника в первой партии, когда уже они и нужны-то не будут. Проблема в атаке после того, как Дарья Исаева ушла с передней линии. В случае, когда сборная Фукси восьмую очко набирала, Исаева атаковала со второй, с первого номера. Ну, а Анастасия Бавыкина пока примеривается, пока ищет себя. Ну, вот попытки пройти на силу заканчиваются блокированием со стороны соперниц. А другие поползновения ликвидируются турецкой защитой и оставляют они мяч в игре. И доигрывают ситуации. Из приема нашей остались. Еще один шанс на доигровку, но и у соперницы атаки тоже не будет. Вот, наконец, короткая передача за голову. Не удается с этой проклятой для нас подачей уйти сборной России, что дает нам новые шансы. Матиенко сыграла на Юлию Пацкальную. Вообще были, конечно, поводы задействовать первые ТМК до этого. И тут же подача блистателей Анастасии Бавыкиной. Два очка подряд сборной России зарабатывает продолжать в том же духе. Подача может стать определяющим компонентом в этом матче. И как, впрочем, любом другом. Тут же блок еще российский сыграл выше всяких похвал. Шестую очко наш набирают. Причем закрыли темповую атаку из третьей зоны. Нашим блокирующим хотелось бы посмотреть. насладиться еще раз этим эпизодом. Ну а Анастасия Бавыкина уж поймала удачу за хвост. Хотя вот сейчас с приемом справляются наши соперницы. Попадают ли в площадку? По-моему, нет. А вот они каждый раз так радуются, что я начинаю сомневаться, признаться. Все-таки с общего плана не всегда видно, куда опустился мяч. Более того, коснулся ли он рук блокирующих? Нет, все-таки после некоторых раздумий арбитры показывают, что очко должно быть присуждено турецкой сборной. На площадке мяч. И просмотр, проведя записи, это абсолютно наглядно продемонстрировал. 9-6. В серию хорошее наше выдали. Продолжать в том же Дузне. Вот и пайп, но сзади очень здорово играет наша соперница и очередной брейковый очко. И опять в ту зону, которая, по идее, должна была быть закрыта блоком. Поверх рук. Придется постараться с доводкой проблемы в этом розыгрыше. И подряд набирают несколько очков. Теперь же турецкие девушки. Разнообразными способами. Ну, и Гизем Карадай. Либера турецкой сборной. Которая, кстати, здесь в Азербайджане играет за Вакивбанк. Она в чемпионате мира принимала участие. И другие девушки на реману Зоя, о которой я говорил. Она, кстати, выступала за Краснодарское Динамо. А сейчас играет за итальянский Конельяно. Но серия на подачу Анастасии Бывакиной показала, что ничего невозможного нет в этом матче. Любопытно, на чьей стороне будет предпочтение болельщиков. Но понятно, что сборная Азербайджана не конкуренция. А так на близко сборную близкую к этническому и культурному отношению. Все-таки многолетних соседей и братьев. Еще одна ошибка у сетки. 12-6. Преимущество турецкой команды растет, пока противоядий не видно. Против турецкого блока. Против отличной игры в защите. Действительно, подачу удалось что-то такое собрать нашим. На сбитом приеме сыграл и сработал блок. Но в остальном это пока только искорки, пока детали. Того, что может в будущем нашей команде помочь. У нас хорошие блокирующие. Юлия Пацкальная, Ирина Заряжка. У нас опытная связующая Анна Матиенко. У нас хорошая диагональная Дарья Исаева. Вот сюда-то мы не видим, что произошло. В сетку влезла наша волейболистка. Наверное, так. А, нет, заступила. Заступила. И на повторе. Это очевидно. Не удается пробиться и Дарья Писаренко. Но в ответ мощнейший атак. Правда, наши девчонки неимоверными усилиями перебрасывают мяч на сторону турецкой команды. Впрочем, радость продлилась ненадолго. Кубра Аксман. Тоже представляющий Вакив Банк. Еще один повод поболить за турецкую команду. Это Риману Зоева, так что я не видел. Но таковала не она. Ковала Кубра Аксман. Сложные ритуальные движения игроков, которые на замене пока находятся. Вот наконец-то удалось прошить блок своим ударом Дарья Писаренко из клуба «Уралочка» НТНК. Нина Малькова будет подавать. Скидку нашего караулили. Еще одна попытка Кисаренко. Но она играет накатом на сей раз. Надо же помогать. И там Малькова закрыла воздух Матиенко. Нужно было ее оббегать. Непонятно по какой траектории. Ты же понимаешь, что пасующая у тебя за спиной. Нет, это даже не Малькова была. Прошу прощения, это Ирина Заряжка. В принципе, должна была успевать. Ну или сама тогда бы сыграла Ирина Заряжка. Ситуация-то любой может сделать передачу. Очередная ошибка наших. Снизу довести до Кисаренко мяч Матиенко не смогла. 15-7. Пока безоблачно все для турецкой команды. Признаться, не видно, за счет чего наши могут добавить. Вроде даже с приемом все в порядке. А вот дальше начинаются проблемы. Правда, об этом розыгрыше это не скажешь, Ирина Заряжка первым темпом от Булука забивает таки восьмое очко. Но при этом вот первый темп, когда его все-таки задействует Анна Матиенко работает довольно неплохо. Хорошая подача с затруднением. Но тем не менее опытные атакующие игроки турецкой сборной даже в такой ситуации Нариманов Зой сумел сыграть по рукам блокирующих. Кстати говоря, Нариман давным-давно еще приглашали в юном возрасте в Уралочку играть. Но тогда не сложилось. Второй технический перерыв. Восемь очков только набрала российская команда 16-го сборной Турции. И так смотрится турецкая команда, увы, приходится это признать повыше российской. Во всех смыслах. В волейбольном прежде всего. По три очка успели набрать Кюбра Аксман, Гюль Денис, Сонау, Масале Оглу и Наримана Зой. Два добавила Гюзде Эльмас. У нас Дарья Исаева и Юлия Пацкальна. Вот тот самый первый темп. Если еще прибавить сюда набранное очко Ирины Заряжки, то получится, что три очка первым темпом и четыре в атаке. Вообще соотношение несколько необычное. Все-таки первый темп не такое частое явление. Атака работает обычно продуктивно. Исаева вышла на переднюю линию с тем, чтобы присоединиться к лучшим бомбардирам этого матча. В этом смысле диагональные амички это серьезное подспорье. Как раз когда она на передней линии играет. Ну а Анастасия, простите, Дарья Писаренко подает. Блок сработал, но насколько же грамотно от него отыгралась Декленур-Бабад. Если бы не ошибка, то вряд ли удалось бы сборной России набрать очки. Писаренко продолжает подавать. Блок очень нужен, конечно. Вот с какой атаке. А чтобы ему было полегче нужна и хитрая подача на тройном блоке. Играют торчанки. Можно попробовать сделать брейк. И это получается. Это получается. Дарья Исаева делает свое дело несправно. 11-16, но разница в счете по-прежнему крайне велика. Ну так, в разрыв между руками сбугнала мяч Дарья Исаева. Четвертый балл ее за результативность. Свою норму за сет. Она почти выполнила еще одну подачу и она даже пройдет с опережением. Да, и опять боятся нашего блока все-таки турецкие волейболистки. У нас возникают постоянно шансы на доигровку. Но вот в отличие от Вадима Панкова его коллега Ферхат Акбас не стал продлевать эту серию. По крайней мере попытался ей воспрепятствовать. Посмотрим, что у нее получилось, когда Екатерина Романенко выйдет к подаче. Думаю, что вот не сама подача, конечно, а удачные действия на блоке сейчас сборная России помогают. Пауза была короткой, поскольку цель этого таймаута очевидна. Спит с подачи Дарью Писаренко. Минута славы для собравшихся, которых, кстати, довольно много. Понятно, чем ближе к финалу, тем будет аудитория обширнее. Молодцом просто Екатерина Романенко и еще один шанс она дает нашим доигровки. Но вот как видите таймаут сработал. Так или иначе, хотя опять сборная России организовала внятное сопротивление соперницам, за что наших можно только поквалить. Все равно, почему же 7 очков подряд набирает турецкая команда, а Вадим Панков таймаут не берет. Кстати, по-прежнему у него 2. В общем, 17 очков набрали. Ну, может быть, какие-то резоны были у уважаемого специалиста. И он объяснит потом, после матча, в чем они заключались. Ну, а пока из-за ошибок турецкой команды, из-за ошибки, а именно касание сетки сборная России очередную очко набирает. Ирина Заряжка на подаче. Первый темп, но мечта в ауте. Касания не было, наши подбираются. Турчанка на психологическом отношении сейчас некоторое преимущество есть. Но вот та самая серия 7 очков продолжается немым вопросом. оставаться. Хотя не сильно то и немым произносимым. Это хорошо, что у российской команды брейки появились. Официальный просмотр. Какого касания здесь не было. Надежда Хархата Акбаса на руки Дарьи Исаевой, но она их предусмотрительно чуть-чуть влево сместила. Опять хотя бы без первого темпа на сбитом приеме. Турчанки даже атаковать не могут. Но уж и от Бавыкиной хотелось бы серьезного вклада и показалось, что она попала в блок. Однако же нет. Троса мяч коснулся и ушел за пределы площадки. 17-14. А близки мы были. Двух подряд розыгрыш к тому, чтобы сделать брейк. шансами этим нельзя разбрасываться. Бавыкина чехлят ее. Почему не попробовать доверить кому-то еще? Но сейчас посмотрим только расстановки еще нашей команды на передней линии. И вспоминаем вот примерно в этой расстановке в первой партии в первой партии. Вот та самая из семи очковая серия. И случилось. Бавыкина уходит. Вот так хорошо у нее получилось начало, к сожалению, вместо нее Ирины Воронковой. Но совершенно другое дело. И обратить внимание на силу удара. Но это Дарья Исаева. Калочка-выручалочка нашей команды. Она уже 7 очков набрала. За одну партию обратите внимание. 20 у нее правда не было на турнире. Но вот под 20. И тут же подача и 8 балл за результативность у Дарьи Исаевой. 19-16. Но надо небольшой рывочек еще сделать. Даже стремительная Гизем Карадай либера сборной Турции не успела за мощным выстрелом Дарьи Исаевой. Сейчас у нее неплохо получилось. Но Деленкур Бабад Декленур Бабад отыгрывается от блока. 20-16. Многовато для концовки. Поздновато организовали погоню наши. Но погоня получилась. И в этом определенный оптимизм все-таки есть. На ее подаче мы и проиграли те самые 7 очков. Матиенко непонятно куда забросила мяч. Или же ее партнерша непонятно куда пошла. И это при отличном приеме. Опять на подаче Декленур Бабад у нас проблемы возникают совершенно на ровном месте. подачи-то справились. Матиенко первый темп задумала. Вот сейчас придется войтись без атаки. Надеемся на Воронкова и она попадает в линию обводя блок. и это тоже прекрасно может Воронкова и добавит игре команды собственных очков набранных. Это ее кстати первый балл. Тащат наши. Но тем не менее все равно ошибка. Второй связующий выпустил Вадим Панков. Дерина Филишлинская вышла. Но это красавица Дюзде и Мас. 22 17 5 очков. Мач в ауте после удара Дарья Писаренко тоже попробовал на зуб линейное направление. Ну вот теперь конечно кстати тайм-аут при счете 23 17. Он нашей команде очень здорово по-моему. Первый причем не второй. второй. Второй видимо пропал. первым первым сетом матч не ограничивается это если если попытаться подмонтировать как телевизионщики говорят отрезать стартовую треть может быть все иначе и будет смотреться потому что оставшиеся две трети наша команда провела вполне конкурентоспособна но и опять проблема в атаке когда играет в четвертой зоне Дарья Писаренко до нее Анастасия Бавыкина старалась делать что могла Писаренко присела вместо нее Анастасия Черная выходит на последний может быть розыгрыш ну или на предпоследний потому что сейчас сомнений в том что турчанки доведут дело до выигрыша первой партии довольно мало но может быть некий задел на вторую партию атак с короткой передачи но из второй зоны и Ирина Малькова 18 очко зарабатывает отправляется подавать у нее неплохо получилось в сессии у сетки ирина заряжка это тоже приятная новость но торчанки справляются и Кубра Аксман приносит 25 очко своей команде 25-18 первой партии торчанки в сессии в сессии в сессии до конца 25-18 и в сессии Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Добавил субтитры